Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Машито. По вашим многочисленным просьбам, сегодня у меня блюдо для постного стола. Готовлю грибной суп с сушеными грибами и жемчужным кускусом. Готовится очень просто, а получается очень вкусно и ароматно. Давайте посмотрим, что нам для этого понадобится. Для приготовления этого супа мне понадобятся следующие ингредиенты. 30 г сушеных грибов. Грибы необходимо на ночь залить холодной водой. Затем воду слить, грибы хорошо промыть и отжать и использовать для супа. Если нет сухих грибов, можно использовать любые свежие, только время приготовления супа будет гораздо меньше. 300 г картофеля, у меня 1 большая картофелина, 1 маленькая луковица, 1 зубчик чеснока, 2 небольших калераби. Также мне понадобится корень пастернака, вот такой вот у меня. И 1 крупная морковь, можно использовать любую зелень, у меня зелень петрушки. В качестве специй буду использовать 1 чайную ложку сладкой паприки и вегету по вкусу, вместо соли. Если не любите вегету, используйте соль. Также буду использовать жемчужный кускус, примерно полстакана. Вот такой вот у меня жемчужный кускус, его еще называют израильским кускусом. Это подсушенные кусочки пасты. Если у вас нет такого кускуса, используйте любые макаронные изделия, какие есть в вашем доме. Абсолютно не важно, в любом варианте будет вкусно. Также вместо пасты или кускуса, вы можете использовать любые крупы, какие вам нравятся для супа. Соль и черный перец буду добавлять по вкусу. Также мне потребуется примерно 4 столовые ложки растительного масла без запаха. Ну что, приступаем. Грибы я промыла и отжала. В кастрюле с толстым дном нагреваю растительное масло. Кладу туда грибы и обжариваю в течение 5 минут. Солить и перчить на данном этапе не нужно. Тем временем мелко нарежу лук. Также мелко нарежу чеснок. Лук и чеснок добавляю грибам и продолжаю тушить еще 5 минут. Пока тушатся грибы, нарежу пастернак и морковь. Чтобы было красивее, делаю с помощью кольца овощечистки вот такие вот канавки. А затем морковь и пастернак нарежу кружочками. Вот так. Добавляю овощи к грибам. Перемешиваю. Добавляю сладкую паприку. Посолю и поперчу по вкусу. Все перемешиваю. И буду тушить еще 3 минуты. Затем добавляю 2,5 литра холодной воды. Как я уже говорила ранее, вместо соли я буду добавлять вегету. Если вы не любите, добавляйте немного соль. Только чуть-чуть, потому что в конце вы всегда можете суп попробовать и посолить. Доведу суп до кипения. Тем временем картофель нарежу кубиками. Зелень петрушки мелко нарублю ножом. Суп закипел, буду варить под приоткрытой крышкой 40 минут на маленьком огне. Тем временем отварю кусок, добавляю его в ковшик, добавляю кипяток. Немного посолю и ставлю на плиту. Буду варить до выпарения жидкости. Прошло 40 минут. Время добавить картофель. Добавляю картофель и буду варить до готовности картофеля. Примерно 20-25 минут. Прошло 20 минут. Картофель сварился. Добавляю кускус или любые макаронные изделия, какие вы используете. Самое время попробовать на соль и перец. Добавляю зелень. Выключаю огонь и дам настояться 5 минут. А затем уже можно подавать к столу. Как вы сами убедились, все очень легко и просто. Супчик получается очень вкусным и ароматным. Я надеюсь, что такой грибной суп будет прекрасным дополнением для вашего постного стола. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. Ну а я желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения. До новых видео. Всем пока-пока.